Ну чё, друзья, всем большой привет! Походу к грузоперевозкам не буду выбирать выражение, пришёл... Привет, друзья! Это Сергей Титов и проект Forbes глубже. Как вы, наверное, уже догадались, в этот раз речь пойдёт о логистике в новых условиях. Её считают привеносной системой бизнеса, ведь именно благодаря ей грузы попадают заказчикам, а товары — на полке магазинов. Чтобы избежать дефицита товаров и сбоев в поставках, логистика должна быть предсказуемой и работать как часы. Но после 24 февраля... Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Многое изменилось. Из-за так называемой спецоперации Запад настроился против России. В итоге мы оказались в изоляции — воздушной, морской и сухопутной. Как результат — сбой поставок и падение импорта. В этом выпуске мы расскажем о том, как российский бизнес оказался в транспортной блокаде и можно ли её обойти. Это был шок. Насколько, в принципе, грузооборот снизился? На 70%. Из порядка 20 основных международных линий ушло 14. В европейских портах застряли десятки тысяч контейнеров с российским грузом. Перечень товаров огромная — от конфет до ракет. Многие хотят работать, но они не могут принимать деньги из России. Всё, стоп. Владивосток встал. По северо-западу падение предполагается до 95%. Сегодня у нас мобилизационная экономика. Я считаю, что надо поставить на место этих частных операторов, и чтобы они работали на страну сейчас, а не на зарабатывание денег. Я борюсь со всем злом по мере своих скромных сил. Но выступать против самого породителя зла было бы несколько самонадеянных. Мы потеряли транспортно-товарный коридор. Но мы не потеряли пока грузы. А куда все поехали? На Восток. Главным бенефициаром здесь, я думаю, является Турция. Китай — это всё для нас сегодня. Восток. Дело тонкое. Людям, которые прошли 90-е годы, ничего не страшного. Мы покупали комплектующие в большом количестве в Италии, Германии, в Евросоюзе. И как быть нам сейчас? Есть ли какие-то перспективы вообще вывести этот товар? Как-то его забрать? Какая-то помощь, может, от государства, от торгово-промышленной палаты? Они-то готовы его отгрузить или нет? В том-то и дело, что поставщики готовы отгружать товар, но перевозчики, они не хотят. Проблемы, которые сбивчиво озвучил участник выставки «Трансроссия-2022», волнуют абсолютно весь российский бизнес, который работает с Европой. Хотя товарооборот с Евросоюзом снижается, до недавнего времени он оставался нашим главным торговым партнером. В 2021 году на страны Альянса пришлось более трети внешнеторгового оборота. Это в два раза больше, чем торговля с Китаем, который занял второе место. Так называемая военная спецоперация на Украине испортила отношение Запада к России. В ответ Европа и США решили ударить по нашей экономике. Ну, прежде всего, проблемы касаются логистических вопросов. Первые ограничения коснулись воздуха. Европа и США закрыли небо для российских авиакомпаний и запретили продавать им самолеты и запчасти к ним. Мы тут у Яка-42, который, насколько я помню, еще при Брежневе запускался. Первый старт только что созданного самолета. С этого начинается его путь. С этого момента он вступает в жизнь. Говорят, что время советских легенд, оно возвращается. Сейчас советские легенды, они практически спасают наш рынок. Есть еще проблема лизинга. Потому что большинство самолетов, они приобретаются по лизинговым схемам в марте. Лизинговым компаниям было предписано их правительствами прекратить всякие отношения с нашими авиакомпаниями, соответственно, расторгнуть лизинговые договора. Самолеты могут задержать в третьей стране при выполнении рейсов туда. И это произошло с многими самолетами. В Канаде задержали чартерный самолет с российскими гражданами на борту. Российские самолеты арестованы в Армении и ряде других стран. В Росавиации рекомендовали отечественным авиакомпаниям с завтрашнего дня приостановить рейсы за рубеж. А с 8 марта временно прекратить и обратные полеты. Сотни боингов и аэробусов, взятые в лизинг, теперь прикованы к российской земле. И получить обратно запад их пока не может. А вот если так совсем грубо предположить, экспертно оценить, сколько флота сейчас может в принципе летать? Если говорить о грузовом флоте, то это меньше трети. Возникают также логистические проблемы в связи с отказом ряда европейских портов обрабатывать наши грузы, контейнеры в частности. Норникель Владимира Потанина далеко не единственная российская компания, которая пострадала от морской блокады. В европейских портах застряли десятки тысяч контейнеров с российским грузом. На аминклатурах груза там широчайше. Это и потребительский импорт, это и инвестиционный импорт. А вот по-простому говоря, потребительский и инвестиционный импорт это что? Ну, потребительский импорт это еда, это лекарства, это предметы гигиены, товары народного потребления. Инвестиционный импорт это оборудование, это машины, это станки, это все, что используется для дальнейшего производства товаров в производственной цепочке. Соответственно, это бьет по всем. Проблема была не только в докерах, которые отказывались обслуживать российские грузы. Из-за того, что Евросоюз постоянно расширял санкционные списки товаров, запрещенных к экспорту в Россию, встала таможня. Было непонятно, какие товары еще можно отгружать в Россию, а какие уже нельзя. Евросоюз последовательно, начиная с 26 февраля, вводил уже санкции на запрет на экспорты грузов с территории Евросоюза в Россию. Отдельных товаров. Отдельных товаров. Первый регламент, так называемый Евросоюза, ограничивался 84, 85, 88, 89, 90 группой товаров. Это в основном промышленное оборудование. А это достаточно обширный перечень. Например, кофемашина, это тоже 84 группа. Запчасти какие-то тоже 84, 85 групп. Достаточно большой перечень товаров. Так вот, первый регламент касался вот этих всего пяти товарных групп. Но самое плохое, что на наш взгляд, это 576 регламент, который был принят вместе с пятым пакетом санкций. И там уже перечень товаров огромная. От конфет до ракет. Там запрет на экспорт товаров практически по всем грузам. В одностороннем порядке западные порты начали, ну, что ли, проверять груз на соответствие или несоответствие с санкционным ограничением. То есть начали проверять, что внутри. Доходило до физического контроля грузов в контейнерах, чего раньше не было. Грузы, которые попали под санкции, они стали блокировать, пристально проверять. И дальше либо отправлять обратно производителю, либо есть часть и ряд грузов, которые до сих пор стоят там. И их дальнейшая судьба абсолютно непредсказуема. То есть мы не понимаем, что с ними будут. Они заблокированы. И нет никакой информации, что с ними делать дальше. Вслед за европейскими портами бойкот российским грузам объявили международные контейнерные операторы. Это был шок. Во-первых, их контейнеры и корабли обеспечивают львиную долю нашей торговли. А во-вторых, на разрыв отношений они пошли добровольно. Они просто исключили порты северо-запада, а в дальнейшем и порты в других бассейнах России. И своих регулярных маршрутов, и своих расписаний. Из порядка 20 основных международных линий, которые присутствовали в Российской Федерации, ушло 14. И эти 14 ушедших линий, они контролировали порядка 70-80 всего. Я могу ошибаться, порядка 70% грузооборота. В рабочем парке операторов Российской Федерации примерно 800 тысяч контейнеров. А 1200 из них под российским флагом, ну может там 250. Все остальные, это все временный ввоз, за который ратуют линии, партнеры линий. Просто для сравнения. Ведущая российская судоходная контейнерная компания «Феска» имеет в своем распоряжении 21 судно и около 100 тысяч контейнеров. У датского «Майерск», который отказывается от российских грузов, 738 кораблей и более 4 миллионов ящиков. На территории России примерно 70% контейнеров принадлежали морским контейнерным линиям, 20% железнодорожным операторам, ну и 10% это такие специализированные контейнеры. Так вот из этих 70%, порядка 50% контейнеры компаний, которые уже уходят из России точно. В самом ближайшем будущем действительно эта боль коснется каждого. Ну дефицит контейнеров, он уже начинает складываться. Пока не так остро, мы прогнозируем, что острота этой проблемы начнет проявляться где-то там, начиная с июня и дальше уже там, дальше во вторую половину года. А когда они заберут еще и свои корабли? Любая линия, она имеет множество точек остановки в разных странах. То есть они просто ходят как, ну такой как трамвай. В данном случае они просто вычеркивают Россию вот в списке этих вот остановочных пунктов. По сути в апреле вся Россия, перевалка контейнеров на терминалах снизилась на 27%. Петербург пострадал сильнее всех, снижение состояло 40%. Черное море и Дальний Восток примерно одинаково на 13%. По северо-западу падение предполагается до 95%. Как не сложно догадаться, основной порт северо-запада находится в Санкт-Петербурге. До недавнего времени он был абсолютным лидером по контейнерообороту. Но сначала его подкосила пандемия, а в марте 2022 года он стал главной жертвой контейнерной блокады со стороны Европы. Наши там партнеры привозили товары, чтобы загрузить судно, например, в Питере. Им там уже сказали, без шансов, все, все встало, везите обратно. Мы потеряли транспортно-товарный коридор, но мы не потеряли пока грузы. Потому что эти грузы мы можем доставлять просто другими маршрутами. Альтернативой морю стали перевозки контейнеров автотранспортом. На европейских дорогах россиянам не были рады. С их грузовиков встрывали номерные знаки, прокалывали шины, разбивали фары и не пускали на парковку. А на обратном пути фуры попадали в многокилометровые очереди на границе. Вскоре ЕС решил отрезать и этот маршрут. И 8 апреля запретил российским и белорусским фурам въезд на свою территорию. В ответ Белоруссия, через которую проходит основной маршрут из ЕС в Россию, закрыла европейцам проезд по своей территории. Но до полного запрета не дошло. Теперь машины выгружаются в определенных хабах, в радиусе 50 км от границы. Они должны провезти с европейского грузовика. Грузы должны перегрузиться на белорусский либо российский грузовик. И уже по территории России и Белоруссии едут наши перевозчики. А наших перевозчиков, соответственно, не пускают в Европу. А насколько, в принципе, грузооборот снизился, ну так, ориентировочно с Европой после всех этих мер? На 70% приблизительно. То есть у нас осталось где-то приблизительно 30% грузооборота. Если мы говорим про цены образования и сроки, конечно, здесь стоимость кратно выросла. Если, да, так даже сравнить, то, что было до, наверное, даже пандемии, либо во время пандемии, стоимость доставки из Европы в Россию, предположим, в Москву, была там в районе из Италии 4,5 тысячи евро. Из Германии там 2 тысячи евро. Сейчас доставка из Европы, например, из Италии, если мы возьмем в Россию, достигает с перегрузом в Белоруссию, например, в районе там 6-7 тысяч евро. Если машина пойдет напрямую в Россию, это порядка 8-9 тысяч евро. Это на самом деле очень дорого. Сейчас все ищут новые возможности перевозки из Европы. Ну, никто не отменяет транспорт, но все затаились, потому что, еще раз говорю, стоимость перевозки в Россию грузовиком стала очень дорогая, и, соответственно, стоимость товара будет дорогая. Неспокойные на железной дороге. Российские вагоны стали задерживать в Литве и Финляндии. Затем Финляндия стала ограничивать грузовое ЖД-сообщение с Россией. Литва, в свою очередь, частично заблокировала транзит товаров в Калининград и обратно. По нашим предварительным оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами Российской Федерации. Это грузы, в том числе строительные материалы, там, цемент, металлы. В итоге экспорт из Евросоюза в Россию упал на 55%. Кроме того, Европа стала ограничивать импорт, бумаги, угля и удобрения из России. Работа с европейцами стала настолько непредсказуемой, что российский бизнес стал разворачиваться на восток. Впрочем, на этом направлении тоже оказалось не без сюрпризов. Сегодня у нас мобилизационная экономика. И я считаю, что надо поставить на место этих частных операторов, и чтобы они работали на страну сейчас, а не на зарабатывание денег. Помимо общей критики, у Валентины Матвиенко были и конкретные предложения. Она предложила раскулачить частных операторов и передать их вагоны РЖД. Риторика времен коллективизации сильно удивила частный бизнес. Почему у нас логистика продолжает работать? Почему товары вывозятся? Почему товары ввозятся? Потому что логистика, она частная. Поэтому частные компании пытаются найти для своих клиентов максимально эффективный способ удовлетворения их заявок и их потребностей. Если мы занимаемся централизацией всех логистических ресурсов в одном месте, то мы теряем вот эту гибкость. Частный бизнес попал под раздачу Валентина Матвиенко из-за так называемых брошенных вагонов. Проблеме уже не один год. Из-за нехватки локомотивов на ЖД-путях простаивают целые составы. Это мешает провозу остальных грузов. Частный бизнес традиционно винит нерасторопности РЖД. Там же объясняли дефицит пандемией. Мол, локомотивные бригады повально болеют ковидом. В начале 2022 года проблема усугубилась. В европейской части образовались заторы из-за провоза техники для спецоперации. А восточное направление давно перегружено из-за дефицита инфраструктуры. Путь на восток был всегда очень востребован. Особенно в последние годы. С учетом такого резкого, в некоторых случаях обвального падения грузооборота на северо-западе, естественно, куда все поехали? На восток. Власти с 2013 года расширяют восточный полигон. Под ним понимается БАМ и Транссиб. Расходы превышают триллион рублей. Стройки привлекли даже военных и заключенных. Но сроки все равно срываются. В итоге грузы, которые едут в сторону Азии, вынуждены конкурировать друг с другом за проезд. А из-за блокады восточный полигон стал настолько востребован, что его окрестили дорогой жизни. На сегодняшний момент вся страна переориентировалась на восток. И туда, куда традиционно в большем объеме планировался к вывозу уголь, на сегодняшний момент едет все. И ЦБК, и металл, и Акатыш. И вот все, что мы производим на сегодняшний момент, двигается в восточном направлении. В итоге контейнеры стали вытеснять с восточного полигона уголь, который исторически пользовался приоритетом на этом направлении. Это возмутило не только угольные компании, но и зависящие от них регионы. Ситуация накорилась настолько, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попросил вмешаться Владимира Путина. Перевозки угля поставлены в подвешенное положение во всех направлениях. В угольной отрасли 159 тысяч человек работает впрямую. С членами семьи и смежниками это 2 миллиона человек. 30 моногородов специализируются на добыче угля. И всей этой отрасли нужна определенность. Что касается моногородов, опять же, от деятельности тех же предприятий, которые производят удобрения, тоже зависят десятки, сотни тысяч рабочих мест. Это те же моногорода. Это те же города, которые являются ключевыми налогоплательщиками для своих регионов и обеспечивают просто жизнь огромных территорий. И в этом смысле социальные последствия от того, что если контейнеры не будут ездить, они очень простые. С точки зрения экспорта это рабочие места, налоговые поступления и социальная стабильность. С точки зрения импорта это обеспечение продовольствием, товарами народного потребления и та же самая социальная стабильность. Я не вижу проблем вывести вообще все. Вообще не вижу никаких проблем. Несмотря на то, что сейчас заявки как будто бы в два раза превышают возможности. Наверное, они превышают в два раза возможности, но я не вижу никаких проблем. Еще раз, если возникает вопрос с дефицитом пропускной способности, повысить тариф. Повысить тариф. Давайте возить гораздо дороже. Значит, пусть угольщики платят, пусть превышение их маржинальности. Почему должны трейдеры зарабатывать? По словам наших собеседников, власти действительно активно обсуждают с бизнесом оптимальный баланс грузов, которые поедут на восток. Как он будет выглядеть, пока не ясно. Как и то, насколько оперативно удастся расширить восточный полигон. Мы будем стремиться по максимуму выполнить объем строительства в этом году. Что получится, мы пока не до конца понимаем. Сейчас, очевидно, есть проблема с восточным полигоном, потому что он забит, ну, как минимум, в сторону востока, потому что там не могут даже поделить там БАМ и Транссиб между собой угольщики и контейнерщики. Можно ли это направление как-то компенсировать за счет автоперевозок? Ну, конечно, это можно компенсировать, если мы начнем, если у нас будут переходы нормальные. То есть, если не нужно будет стоять на переходе там 2-3 недели. Заторы на российско-китайской границе, равно как и в дальневосточных портах, давно не новости. Мешают они не только тем, кто вывозит товары в Азию, но и тем, кто их завозит. Впрочем, в прошлом году ситуация явно вышла из-под контроля и стала похожа на стихийное бедствие. Ситуация с задержкой грузов в отдаленные регионы Дальнего Востока на контроле у президента, подчеркнул Юрий Трутнев сегодня на встрече в морском торговом порту. На острые вопросы пришлось отвечать руководителям транспортной группы Феско. Сейчас в портах Приморья стоят 5800 контейнеров. Количество неотправленных грузов растет. Контейнерный коллапс во Владивостоке произошел за полгода до конфликта на Украине. Осенью 2021 года на дальневосточные порты обрушилась цунами из китайского импорта. Все, Владивосток встал. Первый раз он встал, когда произошел кризис в Советском канале, когда резко переместились потоки на Владивосток. Первый был коллапс такой транспортный. Второй коллапс был, потому что уже из-за стоимостной составляющей, потому что так было дешевле. Советский канал встал как раз из-за этого сухогруза, который там... Да-да-да, компания Эвергрин и судно Эвергивер. Вот так вот проблемы-то были с логистикой. В марте 2021 года контейнеровоз компании Эвергрин сел на мель посреди Суэцкого канала и перекрыл его почти на неделю. Ущерб мировой торговли оценивался в миллиарды долларов. Это подтолкнуло логистов к поиску альтернативного маршрута из Азии в Европу. Им стал путь через Дальний Восток. Был фантастический рост импорта, когда по сути весь импорт сконцентрировался на портах, на терминалах Дальнего Востока. Этот импорт необходимо обрабатывать, его нужно досматривать, оформлять, своевременно отгружать на железную дорогу. Нужно иметь достаточное количество платформ в нужное время. Не просто их должно быть много на сети рядом с портом, а именно то количество, которое нужно для формирования поезда. И вот каждый из этих факторов в случае сбоя, ну, он приводил к неким задержкам. Суда с новыми грузами неделями простаивали на рейде, так как не могли подойти к причалам для разгрузки. В порту Восточный груз накапливается, вот мы должны были там груз забирать, но очередь очень большая. Впрочем, заторы были не только в море. Ситуация на российско-китайской границе была не лучшая. Поезда застревали на перегрузочных станциях, а сотни фур неделями простаивали у пункта пропуска в Забайкальске. Километровой очереди на российско-китайской границе. Тысячи фур на пропускном пункте стоят уже несколько недель. Все стоит колом. Вот это бардак. Сейчас ситуация улучшилась, не скажу, что кардинально. Теперь будете стоять там 15 дней. Переход Забайкальской все равно пропускает в день 50 грузовиков. При необходимости, вот потребность перевозчиков, еще раз говорю, у нас есть перевозчики и стоят с этой стороны, и грузы есть и стоят с этой стороны. Там порядка 700 машин в день, ну хотя бы 200-300 грузовиков в день нужно пропускать для того, чтобы вот эта вся история поехала. Ну, плюс ко всему это непрогнозируемые обстоятельства, потому что если вдруг начинается там карантин или еще что-то, или там начинаются какие-то проблемы, то все это все встает и все друг друга ждут там днями, а то и неделями. В заторах принято винить китайцев и коронавирус. Поднебесная крайне нетерпимо относится к эпидемии и при малейшей вспышке закрывает города и ограничивает инфраструктуру. Мало того, что они там очень тщательно проверяют свои, те поезда, которые заходят. Например, бывают ситуации, при которых у них, например, из-за одного заболевшего там человека сажают на карантин всю бригаду, которая занималась, занимается там приемом и обслуживанием поездов. Соответственно, у них сразу падает их способность к приему поездов от нас. Мы сейчас выйдем, я вам покажу контейнер, вы сможете от него ковидом от контейнера заразиться? Наверное, вряд ли. Если у вас досматривают поезд несколько часов на границе, ссылаясь на ковидные ограничения, ну что ли как, это не политика, не дискриминация. А зачем это нужно, как вы думаете? Наверное, какие-то резоны у китайцев есть. Там уже непонятно, где политика, где реальный ковид, где действительно они заботятся о том, чтобы не распространялся этот ковид, либо где они просто придерживают что-то, какие-то решения до выяснения обстоятельств, которые окружают нынешний кризис. Это приводит к ограничению пропускной способности сухопутных погранпереходов и неритмичности в работе портов. Поток морских грузов то иссякает, то лавины обрушиваются на приморские порты, которые сильно уступают в мощности китайским. Дальше проблемы нарастают как ком. Порты не успевают обрабатывать грузы, ЖД не успевает подвозить для них контейнерные поезда. Когда товары, наконец, уходят в московском направлении, то по прибытии забивают железнодорожные пути на подходе к столице. Осенью в ожидании растаможки стояли там от трех до пяти недель. Ну мы видели этот тромбоз в последний раз, когда мы видели? Мы видели в октябре во Владивостоке, потом мы видели в январе. В октябре и по февраль. Да, потом мы видели январь, февраль на железнодорожных ветках, да, мы видели огромное количество брошенных поездов, мы видели огромные очереди на станциях. Справиться с коллапсом дальневосточные порты смогли лишь к февралю. Во многом из-за начала новогодних каникул в Китае. Будет ли повторение сценария в этом году? Загадывать на осень я бы не стал. Неизвестно. Ну сегодня, к сожалению, вообще гарантий нигде никаких нет, потому что ее восток дело тонкое, да, как говорится, и неизвестно, что будет с ним. Безусловно, для нас это отличная альтернатива замены огромного количества товаров. Но, опять же, далеко не все товары можно полностью взять и заменить ее Европу на Юго-Восточную Азию. Потому что все, что связано с люксовыми, с брендовыми товарами, с высокотехнологичными товарами, то Китай, он как бы двигается в этом направлении, но не так активно и, безусловно, не сможет ни в текущих релях, ни в динамике, даже в проекции там двух-трех лет полностью заменить Европу, конечно. Первая причина – просто невозможность заменить. Вторая причина – технически. Все-таки надо найти производителя, надо получить образцы товаров, надо проверить качество этих образцов, надо посмотреть, что с логистикой, надо пересчитать стоимость логистики и, самое главное, срок логистики. Ведь из Европы доставка товара – это 14-15, 20 дней максимум, включая все таможенные процедуры. А из Китая, с учетом современной морской логистики и даже железнодорожной логистики, которая более-менее стабилизировалась по отношению к 2021 году, это 30-60 дней. Выходит, разворот на Китае займет месяцы, а то и годы. Видимо, от Европы нам в ближайшее время и не отказаться. Но как быть, если от сотрудничества с Россией отказываются и перевозчики, и производители? Оказывается, лазейки есть. Мы сегодня действительно наблюдаем такое cancel culture, явление cancel culture, когда просто не хотят работать с Россией, потому что это Россия. Но я не скажу, что объем таких поставщиков был каким-то значительным. Я могу сказать так, мы можем судить по нашей группе клиентов, у нас немалое количество клиентов, больше тысячи клиентов. И я могу сказать, лишь 20% всего от этого объема действительно производители в Европе, поставщики европейцы сказали, что, ребят, ну давайте пока приостановим. Кто-то там прям конкретно сказал, мы не будем с вами работать. Кто-то сказал, давайте поставим на паузу. Большая часть, там порядка 80% сказал, давайте искать выходы из сложившейся ситуации, давайте что-то думать, предлагайте нам варианты доставок, предлагайте, что у вас есть в наличии, как мы можем с вами торговать. А вообще, в принципе, какие-то категории товаров еще доставляются авиацией в Россию сейчас? Из Европы или Америки? Да. Авиации нет, прямых авиарейсов нет, этим пользуются, кстати, авиаперевозчики из третьих стран. Главным бенефициаром здесь, я думаю, является Турция. Безусловно, нам помогают страны-соседи, либо страны, которые являются, можно так сказать, дружественными. Стараются компании наладить товаропоток через Турцию, Арабские Эмираты, Казахстан, Китай. Это косвенный реэкспорт, это так называемый ложный транзит, когда товар из европейской страны покупается сначала в прокси-страну, в страну-посредник, а потом уже из этой страны продается в Россию. А как это физически происходит? То есть, допустим, из, не знаю, Берлина выходит фура. С комплектом документов, где продавцом является компания X немецкая, а покупателем Y компания турецкая. Да, и едет, значит, в сторону Турции. Нет, она может ехать даже сразу в сторону России, пока это, кстати, разрешается. Дальше она заезжается на таможенный склад в Прибалтике, как правило, Прибалт это делают, потому что, ну, это так исторически сложилось, в Литве, либо в Латвии. Комплект документов первый, он забывается, то есть, он абсолютно легальный, он существует, и он просто заменяется другим комплектом документов между компанией-продавцом Y Турции, компанией-покупателем Y1 в России. Да, и уже по новому комплекту документов это транспортное средство пересекает границу Европейского Союза и заезжает в Россию. И уже тут, по вот этому второму комплекту документов, подается декларация импорт-40 и разрешается выпуск для внутреннего потребления. Получается перепродажа в то время, пока фура находится на складе, ну, или там где-то вообще даже едет. Даже едет. Это схема косвенного реэкспорта, так она называется в простонародье, это перепродажа в пути. Косвенный реэкспорт может еще использоваться таким образом. Мы можем из Берлина оформить все документы, ну, вот этим турецким комплектом, назовем это так, первым комплектом. Дальше машина реально, даже со всеми транспортными документами, поедет в Турцию или в Казахстан. Только до Казахстана и Турции она не доедет. Она заедет на таможенный склад в России, и уже на таможенном складе будет перепродажа российскому получателю. Эта схема тоже легальна, она абсолютно применима, это называется ложный транзит. Груз не дойдет до первого покупателя, а первый покупатель на таможенном складе в России перепродаст второму покупателю, уже российскому. Компании, вот скажем, берут в районе от 5 до 10% за движение, ну, сколько денег через них проходит за эту услугу. Плюс все, что сверху отдельно, транспортные услуги и все таможенные, пошлиные, НДС, если они есть, то, соответственно, это отдельно. Вот с точки зрения таможни, там, ну, на границе, соответственно, не знаю, там, какой-то прибалтийской страны и России, вот они смотрят документы. У них написано, что груз идет там, ну, в случае вот с этим реэкспортом, ну, там, в Турцию, а при этом зачем-то делает автомобилю. Как это объяснить? Или они, так сказать, уже заряжены? Все все понимают, абсолютно верно, все все понимают. И мы даже сталкивались с такими случаями, когда там одна смена пограничников говорит, что, что вы творите, и там, типа, не оформлю документы. А, например, вторая смена говорит, ну, господи, ну, все понятно. А что нужно? То есть просто нужно подождать на парковке какое-то время, пока сменится? На территории. Но, я думаю, смотрите, мы говорим об этом, как, опять-таки, не о масштабируемых историях, да, потому что, вот, мы с вами обсуждаем эту тему, и, посмотрите, сколько рисков, да, не пустит пограничник, вдруг скажет, что, а какого черта ты поехал таким маршрутом, а ну-ка, давай-ка разберемся вообще, куда ты едешь и так далее. Сложность в том, сейчас основная, вот, прибалтийские компании, а они зачастую оказывали либо экспедиторские услуги, либо складские услуги по доставке товара в Россию, они не могут принимать деньги из России. То есть сейчас где-то многие хотят работать, но есть проблематика в другом. То есть денежные средства из России туда не ходят, все, стоп. А из-за чего? Это отказ их банков? Готовы принимать, да, все. Если деньги идут из России, они блокируют их, либо отправляют обратно. Но с деньгами вообще сейчас, если говорить про движение денег, это одна из основных проблем. Очень многие наши клиенты, которые оплачивают за товар, сталкиваются с абсолютно такой же проблемой. То есть деньги уходят, где-то зависают и возвращаются очень медленно. То есть там они возвращаются, могут вернуться через неделю, через две, возвращаются обратно, клиент отправляет опять. И это как, знаете, как русская рулетка. Дойдут, не дойдут, никто не знает. Каждый извращается как хочет. И если завтра, например, по какой-то причине европейские власти скажут, что никакие грузы, даже если указана третья страна назначения в виде Турции, Грузии и так далее, не пускать за входом в Россию, то и это окно тоже закроется. Придется груз реально тащить, например, в Турцию, там уже на таможенном складе производить те процедуры, которые я обозначил, перепродажу на таможенном складе и уже ехать дальше в Россию. Это, естественно, удорожает маршрут перевозки. Насколько? Ну, кратно. В два, в три раза. Рост стоимости перевозок прогнозируют все наши собеседники. Пока дорожает доставка из Европы, а цены на Китай даже снизились. Ключевой вопрос, который волнует любого россиянина, насколько стоимость логистики отражается на ценах товаров. Вклад логистики в инфляцию, он довольно скромный. Он, я думаю, что не дотягивает до 10%, то есть это единица процентов. Поэтому даже там двукратное увеличение логистики, цены логистики, оно не приводит к двукратному увеличению стоимости товара, особенно если это товар с высокой добавленной стоимостью. То есть чем дороже товар, тем менее значима для него цена логистики и наоборот. Получается, наибольший удар придется по недорогим импортным товарам повседневного спроса – еде, обуви, одежде и средствам гигиены. По данным Росстата, в апреле продукты подорожали год-году на 20%, одежда и обувь – на 9%, бытовая химия – более чем на 30%, а общая инфляция составила 17,8%. В последний раз больше было только в январе 2002-го. Здесь, конечно, еще такой тоже парадокс, наверное, может быть, вы замечали, с чем мы видим многие и клиенты, и просто потребители столкнулись. Курс резко скаканул свыше 100 рублей, и все судорожно начали увеличивать стоимость конечного продукта на полке. Так вот, когда он упал, почему-то цена в такой же пропорции не снизилась. Многие поставщики продукции, можно сказать, пытаются снять либо последние, либо какие-то сливки, опасаясь того, что в перспективе не смогут доставлять данный товар, либо объемы сократятся, либо себестоимость увеличится. А как вы думаете, какой товар может оказаться с наибольшей вероятностью в дефиците в внешней ситуации? Дефицит, самый большой дефицит на сегодняшний день, номер один – это запчасти. Запчасти на все. Запчасти на оборудование, запчасти на наши машины, наши автопроизводители стоят без запчастей. Запчасти для перевозчиков, для комбайнов. Запчасти. Номер один – это запчасти. Необходима будет массовая поставка авиационных запчастей, что сейчас запрещено европейскими и американскими производителями. Огромное количество компаний, американских и европейских, которые просто скажут, что они в принципе не будут поставлять свои товары в Россию. Это производители одежды, это производители бытовой техники, это производители бытовой химии, парфюмерии, товаров, роскоши и еще чего-то. Соответственно, у тебя уже просто нет возможности, поэтому ты его можешь вести какими-то другими способами. То есть просто то, что сейчас называется параллельным импортом. Еще один подписанный документ касается так называемого параллельного импорта. Чтобы снизить риск товарного дефицита, правительство отменило запрет на параллельный или серый импорт. Он действовал с 2002 года и запрещал ввоз в Россию брендированной продукции без разрешения правообладателя. Благодаря этой схеме мы и дальше сможем покупать различную электронику, бытовую технику, запчасть и так далее. Мы видим, что даже несмотря на то, что есть возможность абсолютно спокойно, легально завозить, то, что сейчас не поставляется все равно, мы сталкиваемся с проблемой в том, что производители за рубежом просто не отгружают данную продукцию. Мало того, очень жестко контролируют отгрузку и стараются блокировать, если понимают, что это отгрузка в Россию. И поэтому все, что попало в этот список, навряд ли вот так вот в одночасье мы сможем компенсировать. Сказать, что там тьма и нет решений никаких, я так не могу. То есть возить все равно будут. Ну, слушайте, у нас официальное дилерство не так давно на самом деле. Более-менее на нормальном уровне существует лет от силы 20. До этого как-то все возили. Людям, которые прошли 90-е годы, ничего не страшного. Еще одна проблема, которая грозит российскому бизнесу – потенциальный дефицит контейнеров из-за ухода международных операторов. Ну, есть оптимистичные оценки, есть пессимистичные. Кто-то считает, что вообще не будет дефицита, кто-то считает, что дефицит будет умеренным, там на уровне 100 тысяч контейнеров в 20-фтовом эквиваленте. Мы считаем, что дефицит может при самом неблагоприятном раскладе составить порядка 300-350 тысяч контейнеров. Что-то можно покупать, что-то, безусловно, надо начинать производить. То есть нужно заниматься, нужно заниматься созидательной работой. Ну, так спокойно на эту тему рассуждаете. Ну, то есть, в принципе, у нас есть какой-то запас времени, и, ну, там, выбытие иностранных контейнеров, оно какое-то недраматическое. Что изменится от того, что я буду рассуждать беспокойно? То, что можем, мы делаем максимально. Знаете, как в Шарлак-Холмсе. Я борюсь со всем злом по мере своих скромных сил. Но выступать против самого прародителя зла было бы несколько самонадеянно. А кому это вы сейчас? Ну, наверное, все-таки нужно правительству задуматься о неком системном подходе в обеспечении транспорта. С Китаем проблем нет. Те линии, которые ушли, их полностью заместили китайские линии, линии, которые вновь появились. Мы сейчас начитали порядка 24 морских линий, которые отправляют из Китая. То есть они полностью, по факту, закрывают спрос на текущий момент. То есть проблем на Дальнем Востоке с морской доставкой? Сейчас все стабилизировалось. Без сомнения, Дальний Восток именно в сегодняшних реалиях является, наверное, К сожалению, и надеюсь, это скоро прекратится, но пока что единственными морскими воротами нашей страны... Черное море, Новороссийск, это еще одни морские ворота России. Контейнерные морские ворота России. А как примерно объем может быть распределен, как вы можете сказать? Как вы все видите? Вы знаете, я бы не говорил о распределении объемов, я бы говорил о том, насколько динамично будет расти товарооборот с Турцией прежде всего. Потому что исторически и географически Турция близка к югу России. Есть местные перевозчики, довольно крупные перевозчики, региональные перевозчики в Средиземноморском бассейне, которые очень активны, которые амбициозны, быстро растут. Ну и плюс Турция сама по себе является производителем значительной номенклатуры товаров, которые пользуются успехом и спросом в России. И я все-таки считаю, что юг и Новороссийск, в частности, контейнерный Новороссийск, будет расти быстрее, с темпами выше обычных. Юг развивается достаточно стремительно. Там тоже присутствует дефицит пропускной способности, прежде всего железнодорожный. Там присутствует, на мой взгляд, не до конца отрегулированный сектор автомобильных перевозок, который подчас чрезвычайно демпингует. Еще очень сильно растут различные накладные расходы. Страховка, прежде всего. Потому что Черное море вообще считается территорией с неблагоприятными условиями. Из-за боевых действий. В принципе, выросли все страховки на работу с Россией. Помимо внутренних ограничений, есть и другая проблема. Ряд так называемых дружесуных стран оказались лояльны только на словах. На деле открытых сотрудничеств далеко не все. Я несколько большего ожидал от наших партнеров по ЕАЭС. Скажу я вот так. Я не буду как-то негативно, в негативном свете это все освещать. Но мы ожидали большей поддержки. По крайней мере, мы открыли компанию в стране ЕАЭС. Как раз таки для того, чтобы иметь возможность делать косвенный реэкспорт. И мы столкнулись с большими трудностями. Большими трудностями. Во-первых, вместо двух недель открытия, у нас там открытие компании затянулось на полтора месяца. А потом счета в банке, которые должны были открыться за два дня, не открылись нам за две недели. А что это за страна? Это Казахстан. Казахи очень и очень осторожно относятся ко всему этому. Мы получаем уведомление в отношении того, что в случае нарушения санкции последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики. То есть идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением между Сциллой и Харибдой. То есть они говорят, ребят, мы с вами дружим, мы партнеры, но мы не хотим пострадать от вторичных санкций. Это вот эта самая болезненная сегодня тема, о которой говорят и наши турецкие партнеры. Мы боимся вторичных санкций. Очень много транспортных компаний изначально побежали в Грузию. И в Грузии она была поначалу очень лояльно настроена. В чем был плюс Грузии? Грузия был плюс в том, что там не было потребности растамаживать товар внутри страны. То есть можно было сразу его везти через реэкспорт на Россию. Ну, не было дополнительных расходов, были только логистические расходы. Но сейчас Грузия повернулась к нам на 180 градусов, стала спиной. Мало того, что она не готова не пропускать деньги, не готова работать в формате реэкспорта, так она сейчас все грузы, которые идут через Турцию, да, вот идут Турция, соответственно, Грузия, Армения, Россия. По автомобильному транспорту. Все, что попадает в санкции, санкционный товар, она не пропускает даже транзит. Разворачивает. Все чаще говорят о том, что не так все просто с Китаем. Вот они тоже достаточно сложно себя ведут, несмотря на какую-то вроде бы такую понимающую риторику. Ну, сами по себе и банки, и поставщики, они там осторожничают и, ну, так как бы, контакт поддерживают, но не всегда доходят до прямых сделок. Это вот так или нет? Давайте опять к цифрам. Китай торгует с Россией на 140 миллиардов в 2021 год. Китай торгует с Америкой 920 миллиардов, с Европой что-то 940. Ну, в общем, под 2 триллиона торгового оборота Китая, Европа и Америка. Вот на одной чаше весов 2 триллиона долларов денег, на другой чаше весов 140 миллиардов. Несопоставимые объемы. Во многих предприятиях Китая есть западные кураторы из недружественных стран, которые не дают отгружать. У нас таких случаев, у нас каждый второй случай такой. То есть совместное предприятие китайское, там, американское, где американские кураторы не разрешают отгружать в Россию те или иные запчасти. Китайцы бы, допустим, рады, но есть ограничения. Китайцы же глубоко прагматичные люди, которые не хотят ссориться ни с кем. Как гласит древняя китайская мудрость, умный человек даже в выгодном положении держит в виду возможный вред, а в положении невыгодном видит потенциальные возможности. Это очень сложный вопрос, о котором мы постоянно думаем, я и мой партнер, мы сидим всегда и думаем, блин, а если Китай станет в позу, что тогда нам, что мы будем делать? Ведь Китай, это сейчас для нас, это глоток воздуха, потому что Китай это все для нас сегодня. Но, по крайней мере, я могу точно сказать, что никакой импорт из Индии, из Турции не сопоставим по объему. Опасения насчет Китая небеспочвенные. В конце мая Поднебесная закрыла небо для российских Боингов и Аэрбасов. Полеты российских самолетов с иностранным происхождением ограничивает и Турция, еще одна страна, которая питает надеждой российского бизнеса. Какой-то ваш общий взгляд на отрасль, на бизнес, ну вот сейчас что происходит? Это какой-то хаос? Хаос? Нет, я бы не сказал, что это хаос. Грузы доставляются, да, не в тех масштабах, как ранее, но они летают. Здесь, повторюсь, в большей степени на индустрию влияют именно ограничения наших торговых партнеров, которые, кстати, это не только страны Северной Америки или Западной Европы, а производители из третьих стран, они ведь тоже не могут экспортировать в Россию товары, где использованы европейские или американские технологии, и в свою очередь тоже не отгружают такие грузы. Наверное, стабилизироваться это может при одном условии, если конфликт будет как-то, ну в какой-то степени исчерпан, да, сядут за стол переговоров и о чем-то договорятся, и, как следующая мера, Запад ряд каких-то санкций либо ограничений ослабит, либо вообще уберет, да, это, соответственно, спровоцирует то, что ситуация стабилизируется. Это как бы идеальная картина, в которую очень хочется верить, но, к сожалению, верится с трудом. Вот другой момент, что, как уже, наверное, не раз мы сталкивались, что российский бизнес, он в том и уникален, что он умеет адаптироваться к любым сложностям и условиям. Да, логистика не сломается никогда. Привезем, отвезем все то, что угодно, неважно, контейнером, балком, там, бужевым транспортом и так далее. Это все вторично. Важно, чтобы сами отрасли создавали возможность быть, ну, были конкурентоспособными, и был платежеспособный спрос внутри страны. Логистика в данном случае не умрет. Ну, надо двигать ее в сторону эффективности, это да. Но будем двигать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok